Неужели в городе Верхотурья может появиться еще одна новостройка с плесенью и трещинами? Вот таким вопросом я задался, когда увидел затопленный подвал новостройки, который располагается в микрорайоне Химзеода на улице Заводская 4А. И какое же было мое удивление, когда я зашел в один из подъездов дома и увидел на полу и подоконниках много мертвых комаров. А затем и вовсе понял, что они далеко не все мертвы. И мне срочно пора уносить ноги из подъезда. Также важно сказать, что в подъезде сильно пахло сыростью и было очень тяжело дышать. А у самого выхода подъезда я обнаружил два странных пятна, которые чем-то походили на пресень. На улице возле новостройки я встретил красивую барышню, которая проживает в данном доме. У нас с ней завязалась небольшая беседа на тему комаров в доме. Скажите, пожалуйста, я правильно понимаю, что вас в своей квартире в конце февраля месяца начали кусать комары? Даже в январе они нас начали кусать и до сих пор съедают поедом. Зайдите, посмотрите, сколько у нас комаров в подъезде и в квартирах. Они просто лежат на подоконниках, на полу в подъезде. Вы, наверное, даже применяете какие-то средства защитные от них зимой? В котором живем, конечно. Просто его трудно вот сейчас достать. Ладно, запасы были, следы еще применяем. Спасибо большое. А сейчас я хотел бы озвучить важную информацию. Дом построила Нижнетагильская компания ООО «Промстройсервис». Застройщик – администрация городского округа Верхотурский. Дом был сдан в эксплуатацию 7 декабря 2015 года. Торжественное вручение ключей от квартир дома проходило 25 декабря того же года. То есть на сегодняшний день дому нет даже полгода. И уже появились вот такие тревожные опасения. Подвал дома. Подвал дома затоплен уже на протяжении трех месяцев. Кстати, что касается подвала. К чему может привести затопленный подвал? К тому, что дом может стать влажным, сырым. А в сыром доме при наступлении холодов может появиться плесень, которая в свою очередь может вызвать у жильцов дома такие заболевания, как астма, пневмония легких, различные аллергии и многое другое. Также важно понимать, что при затопленном подвале может происходить разрушение фундамента и коррозии металла. В результате чего у дома могут появиться трещины. И вот тут, к примеру, лично у меня возникает пару важных вопросов. Во-первых, разве подвал не должен быть построен так, чтобы в него не попадала вода? Подвал дома должен быть всегда сухим. Это важно для безопасности жильцов. Во-вторых, кто в подобных случаях должен откачивать воду из подвала? Да вроде бы ЖКХ. На сегодняшний день, если я не ошибаюсь, если ничего не переменилось, главный по ЖКХ Хромцов Александр Владимирович. Я думаю, жильцам дома есть смысл обратиться к нему. Ну и как тут не обратить внимание на рядом стоящую новостройку на Заводской 7? Новостройке всего полтора года, но у нее уже жутко много проблем. Если вы не знакомы с данной новостройкой, то я вас сейчас постараюсь кратко познакомить с ней. Итак, знакомьтесь. Новостройка на Заводской 7, построенная специально для детей-сирот. Новостройка на Заводской 7, построенная специально для детей-сирот. В общем, если кратко, основные проблемы новостройки. Плесень, трещины, дом жутко холодный, неисправно работает вентиляция, постоянные перебои с водой. А еще подвал дома частенько затапливало. На сегодняшний день, если верить местным официальным СМИ, подвал дома находится в сухом состоянии. Если он таким не останется, то это даст маленькую надежду на то, что плесень отступит. Но для этого нужно, чтобы дом был теплым и вентиляция исправно работала. Кстати, о проблемах данной новостройки говорили множество областных СМИ. И даже был репортаж, и даже был телевизионный репортаж на областном телевидении. Ссылка на все это в описании под видео. А сейчас вы видите фотографии затопленного подвала данного дома. Фотографии были сделаны в мае 2015 года. Ссылка на источник в описании под видео. Глядя на эти фотографии, возникает следующий вопрос. Почему в подвале находится вода? Разве подвал не должен быть сделан так, чтобы в него не попадала вода? Следующий вопрос. Кто принимал дом? Кто не предвидел данное развитие ситуации? Кто оставил свои подписи, говорящие о том, что дом сделан по нужным технологиям, стандартам, нормам? Кстати, многие очевидцы утверждают, что вода в подвале находилась всю весну и половину лета. И тут уже возникает вопрос к ЖКХ. Почему вода в подвале находилась так долго? Ведь ЖКХ вроде как должны были оперативно ее откачать. А сейчас мы возвращаемся к новостройке, которая располагается на улице Заводской 4А. И тут важно уже сказать, что если проблема с затопленным подвалом не будет быстро решена, то вполне возможно, жильцов данной новостройки ждет та же участь, что и их соседей.